Приветствую вас, Анна. Если глобально вашу ситуацию рассматривать, то проблема в том, что вы ждете своего мужа домой. Вот это проблема. Глобально. Проблема в том, что вы, условно говоря, очень зависимы от своего мужа, проблема в том, что вы зависите от него, и проблема в том, что вы, ну, кроме, вот, собственно, мужа и своих детей, да, кроме мужа и семейных детей, да, вы, в общем-то, ничего для себя не видите. Вот. То есть, вот, глобально она, глобально проблема, она в этом. Именно глобально. Вот. Вот вы говорите, что он, значит, доливает алкоголем, да, омывает тело, как вы говорите, омывает тело алкогольными напитками. Вот. И пропадает в гараже. Вот. Проблема заключается в том, что вы, в отличие от него, вы, ну, целиком полностью сконцентрированы на семье. И в течение, в течение, в течение вот 17 лет, да, вы почему-то, ну, только и делаете, что, как бы, ждете его домой, и, ом, там, условно говоря, спросите, и требуете, и, ом, ждете от него, ом, того, что он вам, в принципе, ну, дать, и, вероятно, ну, вероятно, не способ, не способ, вот. Не потому, что он, там, знаете, вот, какой-то, ну, какой-то, какой-то плохой, да, не потому, что он, там, какой-то, какое-то зло, а потому, что человек, ну, просто, вот, не способен, не способен дать вам то, что вы хотите, то, что вам нужно, ну, нужно. А вы зависимы, соответственно, ваша ценность, она, э, ваша ценность, она падает. Итак, мы женаты в 18 лет, растут прекрасные трое детей. Ну, вот, женаты в 18 лет, срок большой, да. О, значит, ну, ну, как-то вы детей своих, э-э-э, заводили. Да. Те дети у вас появились, несмотря на то, что между вами и мужем, ну, мягко говоря, все гладко. Почему дети появились в таком случае? Не понял. Тем более, что, условно говоря, за восемнадцать лет вы много раз могли сказать своему мужу о том, что вас не устраивает, например, что вам не нравится, например. Но вы ничего этого своему мужу не говорили. Ничего этого вы ему не сказали. И опять же, вам вопрос. Да, вопрос. Почему? То есть, ну, молча, молча, получается, терпели. Да, молча, получается, терпели то, что он делал. А муж, он думает, что, ну, раз вы терпели, значит, все в порядке. Так и должно быть, ну, вот. Тем более, что дети у вас трое. То есть, как бы, каждый раз вы подкрепляете, вот, одобряете поведение мужа тем, что соглашается на детишек. Дальше, скажем, говорим, что отношения с мужем ухудшаются. Ну, опять же, вы говорите про то, что отношения с мужем ухудшаются, а я хочу у вас спросить другое. Я хочу спросить у вас, вот, отношения с мужем ухудшаются, а насколько вы его мужем вообще понимаете, воспринимаете и принимаете таким, какой вот он, собственно говоря, есть. Да, да. Вот. Потому что, вот, есть у меня такое ощущение, что, ну, что вы, вот, не принимаете его, своего мужа, вы не принимаете таким, какой он есть, вы не принимаете его. Вот есть у меня такое ощущение до конца. То есть, вы живете в некой такой вот иллюзии, живете, либо живете, либо жили в некой такой иллюзии, что муж, вот, он должен, должен поменять, должен стать другим. Вот, он должен быть вот кем-то, кем-то иным. Он и детьми, там, должен разговаривать, вот, общаться, и сексом заниматься с вами чаще, и дома времени больше проводить, и алкоголь не пить, и прочее. Вот. Так это же немножко другое чувство, другой человек. Это, это, вот, совершенно очевидно, да, что это другой человек, другой, не такой, какой есть, какой есть, на самом деле. А, то есть, не такой человек, как, вот, какой, ну, объективно, вот, присутствует, да, не такой человек. И, вот, как бы, вопрос такой, взгляд в чем-то, а вы своего мужа-то вообще, вот, принимали, таким, как он есть, или нет? Ну, всегда у вас, э, были, ну, какие-то, вот, ожидания, по, по отношению, э, ну, там, к нему, да, вот. Дальше, э, здесь больше фокус на личности человека, не на его социальной позиции. А, я, значит, перепробовал многие варианты, и уже просто опускают руки. Какие варианты вы перепробовали, и какая была цель у этих вариантов? пробовали вы человеку, собственно говоря, понять? Попробовали вы позволить человеку быть собой, а себе собой? А, я не знаю, как быть, э, мычные волшения не помогают мне по количеству, все дела, походя в магазин, нам не. Э, и воспитание детей. Э-э, ну, так, э, э, если мычные, э, вам, э, не помогают, э-э, по дому, и это муть не помогает вам по дому, то очевидно, очевидно, совершенно, что он как бы считает, он считает, что вам отминует, потому что он считает, что помощь вам, его, не знаю, потому что он считает, что вы сами справитесь, что вы сильные, либо он считает, что, ну, что вы должны подправляться сам, сам. Понимаете? И вот здесь идёт такая же, такая отсылочка, потому что вы его говорите и пишите. Я смотрю на мужа, улыбаюсь ему в лицо, а у самой, значит, на душе боль, кошки скрипут и прочее, прочее, прочее. Вот, вот такой вот вопрос. Если у вас на душе скрипут кошки и больно, и вообще вот как-то неприятно, да, почему вы своему мужу, собственно говоря, умрёте, почему вы обманываете своего мужа, говорите, ээээ, демонстрируете ему, что всё хорошо, а он думает, что всё действительно хорошо, что всё действительно хорошо, что всё действительно здорово, и просто вот у вас различные возникают, ну, какие-то вот капризы, какие-то вот, ну, какие-то сбои, да, гормональные, например, и всё. То есть муж вас всерьёз не воспринимает, не способен муж вас воспринять всерьёз. И вопрос к вам возникает. Так, а как же так вышло, что вы боитесь выражать, свои чувства? Вот свои настоящие, свои искренние чувства? Как же так получилось, что муж, по сути, вас настоящую, получается, даже, я не знаю, он не знает вас настоящих, он думает, что настоящая – это та вот, кто крутится 24 часа в сутки, я, как заведённые часы, тикую и маршрую. А он только работает. Ну вот, как вы себя составили, как вы к себе относитесь, относитесь к своим чувствам, как минимум, вы пренебрежите, как вам относится ваш муж. Что логично. Вот вы пишите. Вперёд в 4 часа в сутки я, как заведённые часы, тикую и мотаю, тикую и мотаю. Ну что, у меня только работа, вот. Ну, опять же, вот вы мотаем, да? Вы же как-то к этому пришли, вы мотаем. Есть в литературе такой сценарий. Есть в литературе такой сценарий. Он называется «Маточка Хабар». Вы можете почитать о нём в интернете. Он так и называется «Маточка Хабар». Вот, психологический сценарий. Вот. Вот это, это право. Вы на себя берёте всё, 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 всё за боль. Не отграничивайте себя от другого человека. Не разделяйте ответственность. Берёте на себя много, много ответственности. Вот. В итоге не несёте ответственности за себя саму. Потому что трое детей сразу не появилось. Они, скорее всего, появлялись постепенно. Даже если сразу появились двое детей. Вот. В троне вы родили вряд ли. Вот. Поэтому то, что вы, как заведённые часы, тикает, и мотаетесь – это ваш выбор. И этот выбор вы делали в течение всех восемнадцать лет своего замузелства. Во многом ещё и раньше в родительской семье, где не уважались личные границы, где не разделялась личная ответственность. Где были вот такие вот неуравновеченные, с точки зрения взаимодействий, отношения. Ну и здесь вы находитесь в позиции жалуются. Потому что, ну, по сути, жалуются. Муча меня только работает. Работа у него физическая. Согласна. Устаёт. Но это не значит, что каждый день на постаработке. А сценарий постаработок каждый раз омывает тело алкогольными напитками и пропадает границу. Но это его выбор, опять же. И вопрос заключается в том, а какая ему мотивация? Вот какой ему смысл вести себя, грубо говоря, по-другому? То есть, зачем ему вести себя по-другому? Для чего ему вести себя по-другому? Вот. Какая история. То есть, ну, нет. Ну, нет символов вести себя и наши. То есть, как он себя ведёт сейчас. Ну, как бы, всем его обеспечивают. И всё. Зачем вести себя по-другому? Дальше. Вы говорите. Я ведь жду его домой, попробую ужин, никогда не пилю, наоборот, свяжу и в случае, как он усердно старается принести каждую копейку в долг. Но, опять же, вы ждёте его домой, готовите ужин, никогда не пилите, наоборот, сидите и слушаете, как он принёс это домой для себя. Вы не делаете этого для него. Если вы делали этого для него, вы были бы счастливы, вас бы на сайте не было. Вы делаете это для себя, в надежде, что это получит. Таким образом, вы компенсируете недостаток удовлетворённости своих желаний. А более заключается, да, каких желаний. Но, совершенно очевидно, что вы делаете это для себя. И это означает, что какие-то свои желания вы пытаетесь удовлетворить через своего муня. Этого не происходит, в итоге вы не удовлетворены. И, в итоге, всё разваливают. Пилить муня, безусловно, не стоит, потому как толку-толку от того, что вы его пилите, никакого. Но, и готовить ужин. Если дети слушают его, вы не обязаны. Это, в общем-то, тоже ваш выбор. Готовить ему ужин, ждать его домой. Для чего вы ждёте его домой? Ждать его домой и вообще быть привязанным к нему. Это ваш выбор. Вы можете этого не делать. Вы так же свободны, как и ваш муж. Не свободны вы только у себя в голове, где вы считаете себя обязанным всё это делать. Ну, а раз вы считаете себя обязанным всё это делать, то и муж вполне может делать то, что он делает. Ещё раз. Вы не заботитесь о себе. Вы не защищаете себя. Вы не отстаиваете свои интересы. У вас, скорее всего, заниженная самооценка. И муж относится к вам ровно так, как вы относитесь к себе. С другой стороны, для меня несколько выглядит странно тот факт, что он, как вы говорите, омывает тело алкогольными напитками, но приносит каждую копейку в дом. Потому что алкоголь, ну, стоит недорого. Ой, недешево. Странно. 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 И его непосильном труде держится всё. Это классическая история жертвы и созависимых отношений. В целом я бы порекомендовал про созависимый фраз про треугольник Карпанна 2 достаточно. Просто в общем, в целом, не углубляюсь в тебя. Какая я плохая, сестрачу деньги на маникюр раз в три месяца и оказывается ничего дома не делал. Опять же, мужчина здесь не приносит и не говорит ничего нового. Он просто отражает вашу точку зрения о самой себе. Это вы думаете о себе примерно таким образом. Это вы считаете, что вы на самом деле ничего дома или недостаточно делаете того, что нужно дома. Именно поэтому мужчина к вам так относится. Вы даже свой вопрос выдаете в таком ключе, что я упустила. И вы говорите, мужчина у меня. Хотя, на самом деле, муж не у вас. Муж сам по себе. Но вы говорите, у меня. Что означает, что у вас отсутствуют личные границы. Понимаете? Какая штука. То есть, еще раз. Мужчина ничего нового не говорит. От слова совсем. Он просто отражает то, что вы в глубине души думаете о самой себе. Что вы плохая, что вы ничего не делаете дома, что вы недостойны, что вы делаете на них год, раз, три месяца. Не должны вы вообще ничего делать. За себя. Так считаете вы? Иначе бы у вас не было бы в этой позиции, в этом положении. И так считают вашему. Потому что вы ему это транслируете. Возможно, он и выбирал такую женщину с такой вот позиции. Дальше. Секс. Да какой там секс? В несеатром всегда выцепало я. Когда перестало, скорее, устало вымаливать, то сошло все на раз в три недели. Итого уже с трудом получается расслабиться. Ну, насчет либидо, насчет сексуального вовлечения, здесь история, конечно, не совсем однозначная. Потому что человек, он, ну, в данном случае мужчина, он может действительно из-за физического труда сильного, ну, тяжелого физического труда. Либидо, это как раз, не иметь, или иметь, но крайне вот, ну, крайне такое, такое, ну, затухшее крайне либидо может иметь мужчину, к сожалению. Вот, поэтому, здесь все зависит от ситуации, я не стал бы делать однозначных выводов, но очевидно, что при той психологической картинке, которую я описал, вы вряд ли являетесь для него привлекательнее сексуальным партнером. Особенно при условии, если, если, при его достаточно авторитарной позиции, вы выступаете инициатором сексуального. Дальше. Потому что все, что услышит негативные эвакуаторы, эвакуаторы до, остается висеть в воздухе после. И это, ваш выбор. Смотрите. Вы, эээ, вряд ли себе, отдаете отсчет в том, насколько деструктивно звучат ваши слова. В главном контексте я поясню, в чём дело. Дело в том, что вы говорите, всё негативное, что услышишь свой адрес. Негативное, это значит отрицательное, но отрицательное, отрицательный вектор тому, что говорит вам муж, вы задаёте в сад. То есть не муж говорит что-то, а он просто говорит то, что он думает. Но вы сами считаете это для себя негативным. Вопрос заключается в том, во-первых, почему, и во-вторых, почему вы принимаете на свой счёт то, что он вам говорит. Именно на свой счёт. Получается, что с тем, что он говорит, вы согласны. Ну, пак, получается. Дальше. Остаётся сидеть в воздухе после. Ну, не очень понятно. Вы хотите, чтобы это не висело в воздухе. Вы хотите отвечать, вы хотите ссориться, вы хотите агрессировать. Ну, вряд ли что-то из этого хорошо получится. Вот. Освоить навыки бесконфликтного общения, например, я-сообщение, вполне себе можно. Ограничить себя от мужа и перестать делать все вещи для него, которые вы делаете, также вполне можно. Да, это будет встречаться противление, да, это будет вызывать простетки, потому что муж привык так, ну, к такому распределению ролей. Но это, это выход. Это выход, а не слова какие-то. Дальше. Смотрю на мужа, улыбаюсь в глаза, на сердце просто разрывается боль, непонимание вина. Ну, вот. Именно благодаря вине, именно благодаря вине, всё вот это вот стало возможным. А вина это подавленная агрессия, то есть незащищённая. То есть, когда вы себя не защищаете, вы себя не отстаиваете, и вот эта энергия провожается в чувство вины. Дальше. Боль. От чего? Непонимание. Кому оно нужно? Зачем вам понимать других людей, если люди сами часто себя понять не могут? Вот. Ну, и что касается вины, то... Я уже сказал. Вину навязывают, как правило, те люди, которые хотят... Не хотят нести ответственность за себя. Вот как муж не хочет нести ответственность за себя, так и у вас образуется чувство вины. И это, скорее всего, родом из вашей семьи. Что я делаю не так? Ну, собственно, поведение ваше является деструктивным. Для мужа своего вы делаете всё так, но для себя вы не удовлетворены. Отношения вы гармонично строить не умеете, потому что обесцениваете в отношениях себя и увеличиваете своего мужа. Дети, как же им не хватает отца? Эм... 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 Вот, знаете, вы с детей, а здесь жалеете. Своих. Ничего хорошего в жалости нет. Эм... Эм... И, в общем-то, опять же, вопрос. А какой смысл? Какая мотивация? Эм... Зачем вы рожали троих детей? Условно. Троих детей. Если, как вы говорите, он вообще с ними никакого времени там не проводит и прочее, прочее, прочее. Непонятно. Он с ними не общается. А должен? Он не спрашивает, как у них день прошёл. А должен? Как в школе дела. А должен? Он не знает, что такое сделать уроки вместе или выйти с младшим ребёнком погулять. А должен? А может? Откуда у вас такие требования к мужу? Если он никогда, судя по всему, так не делал. И самое главное, ну, если он так не делал со старшими, например, детьми. Со старшим ребёнком или старшими детьми младшего, то вы зачем заводили тогда? Не понял. У нас нет заметных семейных выходных, так как выходные подпишены работе. Если он не работает, то его мать. Но опять же. Опять же. Это его выбор. Где вы? Где ваш выбор? А чём выборы? Нет. Сложно. Что именно? Обидно. Что именно? Понимаете? Обидно. Обидно. Обидно – это ожидание. Вот здесь вы ведёте себя по сути так же, как, скорее всего, вели себя некоторые ваши родственники. Потому как вместо того, чтобы заявить о себе, вместо того, чтобы начать отстаивать свои интересы, вам обидно. То есть вы считаете, что муж должен вести себя по-другому. Вы считаете, что муж должен как-то иначе действовать. Что он должен не работе время посвящать, и не матери своей, а вам. Но вы для того, чтобы он это делал, не делаете ничего, кроме того, что работаете служанкой. Ну и периодически секс. Просто. Что я упустил? Ну, упустили вы свою сумаску. Где я упустил момент? До самого начала, я благо. Ну, надо, конечно, анализировать ваши отношения и восстановить их историю. Но я предполагаю, что где-то с самого начала. А, естественно, то ещё до начала отношений уже всё было там предопределено. Скорее всего. Когда начинается мы будем разговаривать о том, что мне не нравится, он воспринимает штыки, повышает голос и делает меня виноватым. Ну, во-первых, то, что он воспринимает штыки, это нормально. Человек защищает свою зону комфорта. Что-то повышает голос, согреет вся защита. Тоже нормально. А вот то, что он делает вас виноватым. Нет. Это опять перекладывание ответственности. Потому что никто не может сделать вас виноватым, кроме вас самой. То есть, только если вы сами считаете себя виноватым, только если вы сами сомневаетесь в том, насколько правильно вы делаете, разговаривая с музем, например, о чём-либо, только в этом случае вы будете чувствовать вину. И, собственно, всё. Собственно, всё. Больше вину... Больше виноватый вас, собственно, сделать вообще нереально. Он не умеет слышать, слышать. Так, а он умел когда-нибудь, что вы вот, ну, вот, предъявляете претензии ему? Была ли у него когда-нибудь мотивация вас слышать? Есть ли у него мотивация сейчас вас слышать? Я что-то сильно сомневался. Помогите, пожалуйста, посоветовать, как быть в такой ситуации. Помочь можно, посоветовать, но вряд ли. Помочь психотерапия, а работа сперва с вами, потом и с мужем, что ли. Ну, то есть, с вами обоим. Я хочу спасти наш брак и нормальную здоровую семью жизнь. Согласие и понимание. Для чего вам брак? Для чего вам семья Анна? Это первый вопрос, на который вам необходимо найти ответы. Потому что, извините, желая спасти брак, вы игнорируете самого человека. То есть, вам, вот говоря, я хочу спасти брак, да, вот говоря, я хочу спасти брак. Вы же, по сути дела, говорите, что мне плевать вообще на личность своего мужа. Я хочу только, чтобы он был вот таким идеальным мужем, да, и всё. Я хочу, чтобы он был идеальным мужем. Мне остальное не нужно. То есть, мне не нужна личность рядом с тобой. Мне ничего не нужна. Мне нужна только семья и брак. Вот. Вы имеете семью? И вы имеете брак? У вас это есть? Ну да, 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 да. Вы недовольны тем, что вы имеете. Но брак и семья у вас есть. Это классическое взаимоотношение жены и мужа в условиях, ну вот, в условиях, скажем так, российских реальных, условиях славянских традиций. Да, 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 все верно, все так, все так. И как бы вот как вы к себе относитесь, как вы себя воспринимаете, ну вот так вас и воспринимает муж. Какой вы видите себя женой, такой вам подстаньте и муж. И, в общем-то, ну, было бы странно, если бы он был каким-то другим. Вот. Поэтому брак вам не надо сохранять. У вас нормальная здоровая семья. Это неоткраненный трогий отец и матушка-матушка-хаббат. Вот. А вот если вы хотите именно личностные отношения выстраивать. Если вы хотите именно личностные, именно личностные отношения выстраивать. Вот этот момент, момент, это уже совсем, совсем, совсем другая сторона. Понимаете? Вот это совсем другая сторона. Для этого нужно, чтобы вы начали ценить себя как личность. Чтобы вы начали ценить и любить, любить себя. Ну, а для этого, понятное дело, нужно отграничить, отграничить себя от мужа. И перестать делать то, что вы делать, ну, не хотите или хотите, но далеко не всегда, скажем так. Вот. Вот. Примерно. Такой ответ я могу вам дать. Так что, спасать никого не надо. Выходите из треугольника карты. И берите ответственность на себя за то, что вам нужно, за то, что вы хотите, за то, что вы нуждаетесь. Так что, все у вас будет хорошо. Возможно, повысив самооценку и начав выражать свои чувства, так более естественно, вам и муж будет не нужен. Совершенно очевидно, что домохозяйка – это не все, на что вы способны. Вам нужно вспомнить, кто вы, какая вы, что вы за личность, что вы за женщина, какой вы человек. И все будет хорошо. На этом, я думаю, можно закончить. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.